МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Количество различной печатной литературы, в том числе газет и журналов, в современном Казахстане буквально зашкаливает. Каждый может выбрать СМИ по своему вкусу. Но в самом начале 20 века в казахской степи не было ни одного издания. Именно о становлении периодической печати мы сегодня и поговорим в программе «Наша история». Относительная свобода печати пришла в казахские степи, как, впрочем, и в другие регионы Российской империи после революции 1905 года. Поскольку на казахских территориях печатное дело до этого не развивалось, изначально большое количество изданий приходило из Казани. Столица Татарстана являлась серьезным типографическим центром того времени. Здесь выпускалось большое количество татарских газет, которые в течение довольно продолжительного времени заменяли казахам собственную периодику. Но потребности степного народа в собственных средствах массовой информации не могли быть удовлетворены татарскими изданиями. В результате уже в 1907 году свет увидела первая газета на казахском языке – «Серке». И пусть это было лишь приложение к татарской газете «Ульфат», именно «Серке» открыла дорогу периодической печати казахского края. Впрочем, жизнь этого издания была недолгой. После выхода трех номеров газета была закрыта, поскольку власти посчитали ее неблагонадежной. В это же время увидела свет и другое СМИ. В Троицке стартовало издание «Казак газеты», существование которого было еще более коротким. Уже второй номер газеты был арестован. Несмотря на эти неудачи, попытки создания собственного периодического издания в казахской степи не прекращались. Через три года после неудачного опыта с газетой «Серке» в Уральске открывается издание «Казахстан». Оно просуществовало аж до 1913 года. За этот период свет увидело целых 16 номеров. Но все это были лишь региональные попытки наладить периодическую печать. Первым же действительно серьезным печатным органом стал журнал «Айкап». Он вышел в свет в самом начале 1911 и просуществовал почти 4,5 года. Тиражи и периодичность были впечатляющими для того времени. Изначально выходя раз в месяц, журнал вскоре стал печататься уже дважды в месяц. А его тираж достигал тысячи экземпляров. На страницах «Айкапа» можно было увидеть работы Макжана Жумабаева, Султан Махмуда Турайгырова, Сакена Сейфулина, Беймбета Майлина и Шакарима Кудайбердиева. Всего было издано 88 номеров. Своего рода конкурентом «Айкапа» была газета «Казах», выпуск которой начался в феврале 1913 года. Редактором «Казаха» был Ахмед Байтурсынов. По его словам, целью газеты было защищать интересы народных масс, способствовать распространению науки и культуры среди казахов, знакомить с жизнью и достижениями других народов. Заметную роль в редакционной политике издания играл выдающийся казахский общественный деятель, публицист Алихан Макейханов. По мнению историков, именно газета «Казах» определила стратегию освободительного движения начала 20 века. Ее тиражи достигали 3000 экземпляров. До 1918 года было выпущено 265 номеров. Своеобразный рекорд для казахских изданий того времени. К достижениям газеты «Казах» можно отнести и тот факт, что для укрепления позиций газеты и создания материальной базы было даже создано акционерное общество «Азамат», инициатором открытия которого была казахская интеллигенция. Более того, изданием были учреждены стипендии для казахских студентов, получавших образование не только в крупных городах Российской империи, но и за границей. В момент своего закрытия газета была довольно большим предприятием, включавшим в себя не только типографию с большим запасом бумаги, но и собственную библиотеку, коих в казахской степи того времени можно было пересчитать по пальцам. Издание «Казах» отправлялось почти в 60 городов России, в том числе и в обе столицы – Петербург и Москву. Весь политизированный взгляд создателей газеты «Казах» на окружающий мир зачастую приводил к неприятным последствиям. Историей известен факт, когда редактор издания Ахмед Байтурсынов был вынужден провести под арестом три месяца. Дело в том, что газета была оштрафована на полторы тысячи рублей за критику проекта положения об управлении киргизским краем. Невыплата грозила закрытием издания. Лишь после того, как деньги были собраны силами подписчиков издания, а штраф был погашен, Байтурсынова освободили. В начале 20 века свет увидели такие газеты, как «Берлык Туэ», «Уран», «Жаз Азамат», «Саре Арка», «Алаш» и журнал «Абай». Благодаря такому серьезному развитию казахи стали одним из немногих народов огромной империи, имевшим свою периодическую печать. Сегодня мы рассказали тебе о периоде становления издательского дела в казахской степи. Смотри программу «Наша история», и ты узнаешь еще массу интересных фактов из жизни людей, населявших некогда территорию современного Казахстана. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова